Продолжение следует... Это, так сказать, я говорю, с долей иронии будет расследоваться и пока нет окончательного вывода, но уже Блинкин выступил по этому поводу очень грозно. В Иордании на выборах побеждают исламисты. Итак, об этом и многом другом мы побеседуем с моим другом коллегой Кириллом Задовым, Руисей Радио, город Нью-Йорк. Кирилл, привет, здравствуйте. Привет, Иорданию. Ну, я уже сказал тебе про Иорданию. Кстати, вот у нашего коллеги Эмиля Шлемовича на его канале вышел интересный материал про эту ситуацию в Иордании, что открывается новый фронт, судя по всему, под боком у Израиля. Но, тем не менее, я бы хотел начать все-таки с выборов, которые прошли вот минувшей ночью, выборов, дебаты, простите. Все обсуждают эту ситуацию. На твой взгляд, ну, первый вопрос, естественно, кто победил? И второй вопрос, какой смысл имеет вот эта победа? Почему так все о ней говорят? Да нет, ну, кто победил, уже понятно. Она четко его переиграла, он попался во все ловуши, которые она расставила. Вот. Но последствия для выборов это будет очень маленькие иметь, потому что, во-первых, задача-то ее была показать, кто она на самом деле, что она на самом деле планирует делать и дать себя узнать. С этой точки зрения, с задачей этой она не справилась. Вынести Трампа из спокойного состояния она смогла, а вот ответить не на любой из конкретных вопросов, которые модераторы ей задавали, в том числе объяснить, почему она меняла позицию много раз за свою каденцию политическую, достаточно длинную, и не только за вице-президентский срок, она не стала. Она уходила от ответа на эти вопросы, рассказывая про то, что она пришла из небогатой семьи, что у нее была непростая молодость, детство и так далее, и так далее. Вот. Зазубленные фразы, которые она периодически вбрасывала, слоганы, лозунги, они не очень-то помогают на самом деле понять ее позицию. С этой точки зрения она не выполнила своих задач. Но она переиграла его, потому что он выходил из себя, он тоже уходил от ответа, он being Trump, Trump being Trump, то есть он как бы, он постоянен в этом, но у него другая ситуация, его четыре года президентства показали, на каких экономических позициях он стоит, ему не надо рассказывать, что он будет делать. Все знают, что он будет делать. А вот что будет делать, она неизвестна, и известия не стало. Поэтому, несмотря на то, что многие эксперты четко сказали, что она победила на дебатах, но те, кто был неопределившимся, остались неопределившимися. Вот, Кирилл, вот я как раз об этом хотел тебя спросить. Понимаешь, вот когда ты анализируешь вот эти дебаты с точки зрения специалиста, с точки зрения политолога, то ты, несомненно, прав. Меня интересует, а как на это реагирует публика? То есть, я бы сказал, больше с точки зрения пиара, если на это посмотреть. То есть, люди, вот они вот в эти вот самые мелкие детали, наверное, все-таки меньше вдаются. Вот с точки зрения пиара, а вот эта победа имела значение? С точки зрения, да, конечно, имела. Но смотри, какая ситуация. С точки зрения пиара Трамп несколько вещей сказал очень важно. Самый главный вопрос, стало ли вам лучше жить за эти четыре года, которые американцы будут себе сдавать на избирательном участке. Это важный момент. То, что она будет запрещать там фракинг нефтяной, скорее всего, это важный момент. То, что при Байдене из-за зеленой адженды цены на нефть взлетели кверху поначалу, это важный момент. То, что она не ответила на вопрос, как же так, если вы так ругаете мои тарифы, почему вы держали их антикитайские тарифы, почему вы от них не отказались, да, это важный момент. То есть, с точки зрения пиара, каждая база услышала то, что она хотела слышать. Те, кто голосует за Трампа, услышали то, что они хотели. И те, кто голосует за Камалу, услышали то, что они хотели. Самое главное, еще раз, это семь штатов, в которых это все вопросы. И избиратель должен определиться. Эта задача не решена ни тем, ни им, ни ей. Давай скажем так. То есть, на выборы эти дебаты не повлияют, скорее всего. Это я пытаюсь сказать. То есть, вся вот эта возня, вот этот шум в прессе, в средствах массовой информации, прямая трансляция, которая смотрела там, ну, там, чуть ли не треть мира, да. То есть, это все пиар, это все, как говорила моя бабушка Холомес. То есть, это все мечты и чепуха. Совсем нет. Но, еще, дебаты и обязательные условия. Люди должны видеть, с кем они будут иметь дело пятого числа. Это не Холомес, это не пустота, это не только пиар, это попытка обозначить позиции публично. Очень важная попытка. Но, еще раз, на голосование пятого числа, еще до них пейсять на четыре дня, 53 дня, это не окажет, на мой взгляд, и не только на мой существенного влияния. Такой вопрос. Вот эти дебаты показали, на мой взгляд, и на взгляд некоторых специалистов, которыми я прислушивался, что Камава Харрис прислушивается к мнению своей команды, к тому, чему ее учат, что ей дают, что ей. Может быть, она и с лишней прислушивается. Может быть, она напоминала, извините, попку дурака, который стрелял заготовками, да, командными. Главное, главное не то, что она напоминала попку дурака. А вот Трамп, извините, а вот Трамп, он вообще как бы не готовился к этим дебатам, он положился на свой авторитет, на свое величие, на свою массивность, на мощь своего интеллекта, и он как бы вот играл именно так, что куда она денется? Можно так рассмотреть, а можно по-другому рассмотреть, что она поймала его в ловушку, которую расставила, он тоже готовился, но темперамент сыграл с ним, и она знала это, и она просчитывала. Теперь самое главное, что я вынес из этого, да, то, что, как я смотрел чисто по-человечески, не как в данном случае по-литовому, она фальшивая до кончиков ногтей. И это слышно. Я надеюсь, что это слышно и видно было не только мне. Если нация мудрая, она это прочувствует. И тогда эта ее победа на самом деле будет первой победой. И на выборах, даже если люди сейчас не говорят, что они будут голосовать за Трампа, может быть, эти дебаты дадут ему много голосов. Это такой момент, но опять же, тут рассчитывать надо на интуицию нации, потому что все-таки я в американский народ верю, я считаю, что он достаточно мудрый сам по себе. Даже если он, может быть, где-то не сильно образованный, и мы говорим о простых людей, которые пойдут голосовать, таких будет очень много. Я надеюсь, что вот эта мудрость, она такая, которая и есть, вот такая обычная, да, житейская, она сработает. Но ничего нельзя сейчас предсказать. Полы 50 на 50. Реально это все сложно, так сказать, предсказать эти результаты. А как ты считаешь, внешнее влияние, внешнее воздействие на американские выборы, которое, в принципе, уже идет, мы можем отметить, так сказать, тираду Путина, который сначала сказал, что мы поддерживали Байдена, мы вообще не вмешиваемся в американские выборы, а потом пошел, что вот, конечно, мы поддерживаем Камалу Харрис. Это что? Конечно, мы поддерживаем Камалу Харрис, сказал Путин. А что ему, как говорится, в Таламуде Мимана в шок? Смотри, если побеждает Трамп, то с Трампом они всегда договорятся. А если побеждает Камалу, так мы поддерживали Камалу Харрис. То есть ты считаешь, что это было, как бы, заявление вполне серьезное, то есть это не был троллим? Абсолютно. Многие, многие утверждают, что это был троллим, что он, как бы, наоборот, этим самым высказыванием, он помогал Байдену, ой, простите, Трампу, потому что демократы бросились оправдываться сразу, что нет, нет. Да нет, никому он не помогал, он себе помогает. В любом случае, если побеждает Трамп, он ничего не потерял, да. А если бы он сказал, что он поддерживает Трампа, он бы навредил Трампу, этого нельзя делать в любом случае, ты понимаешь? А навредить Камале можно. А он не то, что... А ей он не навредит таким образом. Он говорит... Ей нет, Трампа обвиняли в том, что он российский шприон, ты пойми, Камалу же никто не обвинял. Поэтому, как бы, он говорит, что да, мы, с точки зрения Кремля, Кремль считает, что для Кремля лучше победа Камала Харрис. Это хороший ход, нечего теряться. Это беспроигрышный вариант, понимаешь? Да. А на твой взгляд, для Кремля кто лучше, Камала Харрис или Трамп? Потом, естественно, задам такой же вопрос про Украину. Смотри, самое главное про Украину и есть. Кто бы не победил, Украина никогда больше не увидит 50-миллиардного годового чека. Эта история завершена. И Трамп, и Камала это не дадут. Это невозможно. Вот, поэтому, кто бы не победил, вектор этой войны будет на завершении. Просто при Трампе это может быстрее произойти. Ну, Трамп опять тут высказался на эту тему, что он там в 24 часа закончит эту войну. Ну, он сказал, что на дебаты сказал, до инаугурации я решу этот вопрос. Нет, он еще до дебатов тут выступал. Не важно. Дебаты важнее. Да, важнее. Инаугурации он решит. Он уже говорил раньше, что до инаугурации он решит этот вопрос. Опять же, решать дни может быть разным. Есть разные решения. Вот Европа толкает Украину уже. Пост и Джону пишут. Какому-то реалистичному плану по завершению. В ближайшие дни увидим. Во что это вылится. То есть даже в ближайшие дни, ты думаешь? Думаю, да. Девизионский 28-го прилетает уже сюда, в Нью-Йорк, на генассамблею. Я думал, что основные вопросы будут решаться там. И опять же, в интересах Байдена закончить войну до конца его каденции. Так я это вижу. Ну смотри, я абсолютно согласен, что вот ему это действительно выгодно закончить до окончания каденции. Там себе поправить биографию, поправить себе некролог и так далее. Вот он такой миротворец. Но насколько это реально, на твой взгляд, буквально в нескольких словах. Учитывая, что все-таки он президент Хромая Утка. Кто его будет слушать? Ну неважно, потому что Команда будет продолжать его внешнюю политику. Это не играет роль. Поэтому у него будет слушать, она же может победить. Это будет ясно после 5 ноября, допустим, да, кто победил. Но в принципе, главный вопрос на самом деле не американская администрация, на мой взгляд. Главный вопрос украинские военные. То есть ты хочешь сказать, что они могут как бы сыграть, так сказать, сказать свое веское слово? Они уже сказали. Проводили опросы сейчас. Опять же, Волстый Джонн вчера опубликовал этот материал. 25% активных военных против сдачи территорий. Вот и все, как бы. Это ответ. И некоторые из них, причем достаточно в высоких рангах, говорят, что в случае, если будет сдана территория в результате мирного соглашения между Россией и Украиной, то они примут участие в вооруженном протесте. Мятеже. К слову, мятеж не произносится. В вооруженной протесте. Но это я произнес. Да, да. Я сказал то, что я сказал, как бы. В вооруженном протесте. Вот. И это такой знак для Зеленского на самом деле. Это же непростая. Секундочку, а это не знак для Байдена, что ты говоришь, он хочет до конца, так сказать, своей каденции завершить? Этим заниматься должен Зеленский, а не Байден. Внутриукраинская адженда – это адженда Зеленского, а не Байдена. Американская администрация даже об этом думать не должна. Этот вопрос должен решаться внутри Украины и украинскими силами. Так бы. Зачем Байден? Да, но тогда какова цена высказываний Байдена, если он скажет, допустим, давайте договариваться, если там такая вот... Цена высказываний Байдена очень простая. Какие там следующие транши по деньгам? Они просто не придут. Это цена высказываний Байдена. То есть цена в прямом смысле этого слова. Кирилл, давай переметнемся на наши, так сказать, в наши Палестины. Но при этом я цитирую вашего госсекретаря, товарища Блинкена, который выступая заявил, что вообще он в Лондоне заявил, да, что недопустимо, чтобы человека убивали за участие в акции протеста. Я напоминаю, что речь идет об турчанке с американским гражданством Айсинур Эсги Эйги, которая была смертельно ранена во время беспорядков, которые, значит, разгонялись циалом. При этом я хочу обратить внимание, вот как ты относишься к этому высказанию в свете того, что даже вот с точки зрения американского законодательства, она поехала в Израиль, обозначив свою миссию как туризм. Она поехала на территории, то есть она как бы на палестинские территории, то есть то, что она не декларировала заранее, и приняла участие в антиправительственных, в антиизраильских насильственных действиях. На взгляд не только Мойну и некоторых серьезных людей, она нарушила американские законы, строго говоря. И при этом Блинкен говорит, что недопустимо, что человека просто так убивали за протесты. Это что, протесты были? Мало того, что это были не протесты, мало того, что это были не протесты, также нужно понимать, что это были действия, которых вообще, когда такие действия происходят, военные применяют разные методы для их усмирения. И хочу напомнить, что сама американская история в Ираке подобных вещей, она была очень жесткие были реакции. Там было Blackwater скандал, когда они там покрошили огромное количество людей просто в крошку в Багдаде, они защищали дипломатов, которые там тоже типа собрались на протест. Да, ну что-то пошло не так, они почувствовали угрозу и начали стрелять. И, ну да, какие-то слова были сказаны. Еще раз, все, что говорит Блинкен в публичном пространстве, это мост к прогрессивам. То, что я называю языком Камалы Харрис говорят. Да, голоса прогрессивов нельзя терять. Выборы скоро. Мусульманская община в Америке растет. У них уже есть какое-то влияние. Поэтому нужно определенные делать по сторону вот этого леворадикального или такого мусульманского, мусульманских общин и тех, кто их представляет в палате представителей, скажем так. Они в демократической партии тоже, поэтому Блинкен как кандидат, как госсекретарь демократической администрации в выборный год будет говорить такие вещи. Все это понятно. Ну и опять же, она американская гражданка. Когда погибает американская гражданин, госсекретарь обязан реагировать. Это тоже надо понимать. Поэтому я бы не сильно обращал на это внимание. Ну смотри, обращают внимание мировые СМИ на это. Он выступил не в день, а в Лондоне. Да, ну пусть они обращают внимание. Главное, чтобы это не влилось ни в какие санкции. Ну уже репорт сказал же израильский, что это было неумышлено. И это было случайно. Поэтому, ну, цилились в другую, попали в нее. Цилились в другого, попали в нее. Ну сейчас же начнется разгонка адженды, что это неправда, что ее убили, потому что она женщина, потому что она турчанка. Там этот снайпер разглядел. Скорее всего, это неправда. Скорее всего, да, в нее целились. Скорее всего, потому что я так понимаю, что ее в голову прям убили пулей. Вот. И скорее всего, снайперским выстрелом, скорее всего. Скорее всего. Как ее звали, эту журналистку Аль-Жазиры, которую... Да, я не помню ее, но тем не менее, да. Целились прямо в нее однозначно. Совершенно это был снайперский выстрел. И не один, кстати, а два или три даже. Так что я тут ничего не вижу. Ничего нового тут не произошло. Это происходит иногда. Это месседж на самом деле, что когда идет вооруженное противостояние, мирным протестующим там не место. Идет военная операция в Иудее и Самарии сейчас. Она не заканчивается. Но они были не мирными протестующими, Кирилл. Я говорю, идет военная операция сейчас. Эти протестующие кидали не только камнями, но и бутылками зажигательной смеси. И кроме всего прочего, по сообщению израильских СМИ, раздавались выстрелы из толпы вот этих мирно протестующих. Возможно. Что там делала американская гражданка, которая приехала по туристской визе, так сказать, посетить святые места, это остается загадкой. Погласим. Дело протестовало. Что она делала? Поддерживала. Они же турки, многие из них про Хамас. Я не вижу в этом ничего удивительного. Мы говорим вещи, которые уже давно, по крайней мере, с 2011 года стали понятны. С 2009-го, с Мадой Мармора. Мы все это видели уже, ничего нового в этом нет. Я говорю, что это вызывает. Удивление вызывает такая жесткая реакция Блинкина. Но она не должна материализоваться ни в какую сейчас, опять же, в избирательный год, физическую реакцию на санкционном уровне. Так я надеюсь. То есть собака воет, караван идет. Абсолютно. И Блинкин работает сейчас на выборы, на предвыборную команду Харрис. Итак, еще потом будет вопрос про Иорданину. Я бы хотел все-таки еще раз услышать твое мнение. Если победит Камала Харрис или если победит Трамп для Израиля? Меня сейчас интересует только Израиль. Про Украину мы уже говорили. Камала Харрис плохо для Израиля, ребят, как я понимаю. Почему? Она наследница политики Обамы. И она воспринимается как мост с прогрессивами между центром и прогрессив-крылом. Для прогрессив-крыла она будет делать разные уступки. Важным критерием того, насколько внимательно она относится к прогрессивным ребятам, ее отсутствие на выступлении Таньягу в Сенате. А она глава Сената. Сам факт ее отсутствия красновечивее любых других слов, которые бы она не произносила. То, что она несет эту ахинею про два государства, для двух народов, которые просто мантра ничем не подкрепленная, а у Трампа был, по крайней мере, план, как этого добиться технически. У нее вообще ничего нет, и понимания региона нет, и ничего там нет. Но если надо будет сдать Израиль в Совете Безопасности ООН при принятии какой-то резолюции, она может легко дать команду не применять вето, когда это нужно делать. Как это сделал Обама в 2016 году? Просто напоминаю. Все это уже было. Поэтому задача, на мой взгляд, еврейской общины Америки не допустить того, чтобы Камала Харрис была избрана президентом. Потому что для Израиля Камала Харрис это, мягко говоря, не очень хорошо. Но, так сказать, прогрессивная еврейская общественность Америки, она, по-моему, на Израиль немножечко, как бы это помягче выразиться, плюет. Потому что... Не, она не плюет, она не согласна с позицией Натани Ягу, давай скажем так. И поэтому можно сдать весь Израиль? Они так это не воспринимают. У них другой нейротип. Это твой нейротип, у них другой. Есть же в Израиле и левые силы, есть в Израиле и центристы. Они любят Лапида, например, они готовы с ним разговаривать. Я просто говорю тебе, пример тебе привожу. Я понимаю. Мы же не лозунгами общаемся, правильно? У каждого есть своя политическая платформа, на которой он стоит. Не весь Израиль, не вся Америка про Бибию. 50 на 50, пример, я бы сказал. Скажи последний вопрос. Твое мнение о том, что сейчас происходит в Иордании, там побеждают исламисты на парламентских выборах. Иордания, в общем-то, такой форпост на границах с Израилем. Но она существует-то, собственно, королевская династия, там, за счет израильских штыков в основном. Но, тем не менее, удастся ли, на твой взгляд, Ирану проломить вот эту последнюю дверь, которая отделяет, так сказать, границы Израиля от потока? Чего ты так удивился? Иордания – оттенутная монархия. Парламент имеет консультативную функцию. Но, тем не менее, там продолжается. Какая разница, кто побеждает? И всем известно, и Каролёд Галле-Втором тоже известно, что 98% населения Иордании Израиль ненавидят. Да. Ненавидят. Не то, что разделяют антисемитские убеждения. Ненавидят. Я эти опросы читал еще в 2011-2012 году. Лучшую сторону, как мы понимаем, за это время ничего не поменял. Поэтому это и в Египте та же самая картина, кстати. Это ничего не меняет. Пока это абсолютная монархия в Иордании или диктатура в Египте, они должны смотреть на настроение публики. Но король же решает, то премьер-министр. Король принимает решение. Это абсолютная монархия. Иран не сможет пройти туда никак. Я этого не вижу вообще. Организовать переворотик какой-нибудь легкий. Где в Иордании? Ну, один раз уже попытались организовать в 1970-м году. Это было кроваво. И потом потеряли Ливан из-за этого. Кстати, чуть было не потеряли из-за этого всего. Поэтому тут такая история. Я бы так много внимания этой победе. Братцы от Мустромана в Иордании, если ты это имеешь в виду на выборах, парламентских, я бы это не воспринимал серьезно. То есть для короля это просто бокс-попули, да, глаз народа. Ну, хорошо, он знает этот глаз народа. Он всегда такой, он не меняется. Ничего нового здесь не происходит. Давление на него есть определенное. Но пока армия ему лояльна. Я не думаю, что есть проблема. Но армия-то же из народа состоит? Не совсем нет. Не совсем. Там в Иордании этническая картина непростая. Там есть и палестинцы, есть бедуины, есть хашемитские, как говорят. Короче, там все неоднозначно. И там есть беженцы, которые и граждане Иордании. И Иордания – это единственная страна, которая, да, на самом деле дала гражданство палестинским беженцам, которые на ее территории есть. Но, тем не менее, там есть и дискриминация определенная. У палестинцев там не очень много прав. Вот. Поэтому, ну, что тут можно сказать? Эта реальность никуда не делась. И пока на власть Абдаллы Второго это никак не влияет. Пока Абдала Второй – член Туницкого военного блока. И партнер, и клиент Саудовской Арании получает прифронтовые деньги. От нее, кстати, до сих пор, насколько я понимаю, так называемые прифронтовые государства, граничащие с Израилем, получали эти деньги саудитов. К 67-го года. Я думаю, что Ирану там не залезть. Отлично. Да, это Бог, как говорится. Кирилл, спасибо большое. Кирилл Задов – политолог. Кирилл Задов – Руис и Радио – журналист. Подписывайтесь на канал Кирилла Задова. А в Ютубе там интересная и оригинальная информация. Ну, а наша программа подошла к концу. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok